Всем привет! Сегодня буду продолжать разбирать свою психологическую стратегию. Итак, что мы видим? Лишился я 130 тысяч рублей. Вот такая вот шикарная ситуация. Почему шикарная? Потому что я вывел 30 тысяч рублей. Вывожу свои вложенные деньги. Итак, смотрим. На счету у меня осталось 100 тысяч рублей. Было еще 100 тысяч бонусных. Когда ты выводишь деньги, бонусные средства сгорают. Итак, переходим в вывод денег. Управляйте суммами сделок. Смотрим. У меня две заявки. 14 сентября на 20 тысяч рублей. 15 октября на 32 тысячи рублей. Кстати, смотрите. 15 октября я оставил заявку в 9.13. Переходим к операциям. 15 октября в 9.16 вывели деньги. Достаточно быстро. Не то чтобы достаточно, очень быстро. За 3 минуты мне вывели 32 тысячи рублей. Еще раз давайте пройдемся. Вот пополнял я на 10. Дали 10. Помните, все эти видео есть у меня на канале. Сразу же вывел 20. Когда увеличил свой счет, потом пополнил на 100. Завел VIP счет. Дали еще 100. И теперь я вывел 32 тысячи рублей. Почему я так поступил? Ребята, я так подумал. Если я вас учу уже правильной торговли, значит нужно идти до конца. Я всегда учил и буду учить, что нужно выводить свои вложенные деньги. Последнее время я об этом редко говорил. Но теперь я подумаю, почему я вам рассказываю, а сам этого не показываю на этом счету. Я это все делаю на других счетах. А вот конкретно на этом счету, на моем основном, на мое имя, на котором я снимаю видео, я вам этого не показываю. Почему я этого не хотел показывать, что я вывожу деньги? Я наращивал свой депозит, чтобы подписчики потом мне написали. А, вот что, слил уже, да? А, не умеешь торговать, сливаешь. А теперь я думаю, вы уже меня знаете. Мою торговлю вы знаете. Я себе репутацию создал. И теперь я буду уже очень строго правильной торговли. Если я говорю, что нужно выводить, я сам буду потихонечку выводить деньги. А чтобы подписчики не говорили, что я эти деньги слил, я буду каждый раз, блин, заходить и вам это все показывать. Теперь будет все совершенно по-другому. Выводите свои вложенные деньги. Это самая-самая важная установка для того, чтобы контролировать свои эмоции. Если вы выведете свои вложенные деньги, потихонечку будете выводить, потом свои все деньги вы забрали уже с Олимпа, у вас остались деньги, и вы только торгуете в плюс. Вот это вот правильная ситуация. Теперь давайте перейдем к торговле, к моим сделкам. Так, через 35 минут у нас новость. Итак, смотрим. Смотрим мои сделки. Смотрим вот три убыточные, две прибыльные. Опять же, моя стратегия. Мани менеджмент и риск менеджмент. Я буду ее каждый раз повторять. Риск менеджмент. Что такое риск менеджмент? Это две сделки в день. Смотрите, 15-го, две сделки в день. Потом выходные я пропускаю. Я торгую строго на валютных парах. У меня есть вот свои правила. Я им всегда теперь буду придерживаться. И вот на этом счете я вам буду это показывать. Не саму торговлю, не саму стратегию, потому что их уже куча на Ютубе. Их уже как дерьма на Ютубе. Гра или стопроцентные стратегии, они вам не помогут. Вы не будете зарабатывать. Поймите это, если вы не будете придерживаться мани менеджмента и риск менеджмента. Итак, выходные я пропускаю. 13-е, 14-е я пропустил. 12-го, смотрите, две сделки. 11-го, две сделки. Я даже сделку считаю за возврат, чтобы вам все наглядно показать. Десятые две сделки, девятые две сделки. За всем этим вы сможете следить на моем канале. Итак, ребята. Мани менеджмент в чем заключается? В том, что первая сделочка у меня, вот, на 500 рублей. 0,5% от депозита. Почему? Да потому что есть процент, который вы не можете контролировать. Есть процент убыточных сделок. Например, 30, у кого-то 20, у кого-то может быть 40. Эти сделки у вас всегда будут заходить в минус, что бы вы ни делали. Потому что ошибочно полагать. Чем больше вы будете знать, тем будет расти ваш процент. Да, он расти будет. Но до определенного какого-то момента. Вы не сможете вот все в мире изучить и торговать на 99%. Это рынок, и его контролировать невозможно. И у вас будут ваши 20-30%, которые будут заходить в минус. Так что привыкайте к этому. Это нужно понять, это нужно осознать. Какая ситуация у меня? Я вот на вот эти вот сделки, видите, на 500, на 1500, на 4000 рублей. Я на эти сделки трачу, блин, две минуты в день. Странные две минуты в день. Вот смотрите, к примеру, вот 6.58, 7.01, все. Сколько? Вот три минутки потратил и ушел. То есть не думая. А вот когда я уже заключаю вот эти вот сделки, на 12 тысяч. Здесь я уже думаю, здесь я уже анализирую. И, понятное дело, они заходят в плюс. Чем больше вы будете думать, анализировать, искать именно те ситуации, которые у вас работают просто, блин, на 90%, на 80. Те ситуации у вас будут заходить. Но всегда нужно помнить про тот процент, про 20% или 30%, которые у вас всегда будут срываться. Эти сделки у вас всегда будут заходить в минус. А теперь, ребята, я хотел бы перейти к самому важному, к статистике. Введите свою историю сделок в Телеграме. Делайте скрины прибыльных и убыточных. Делайте скрин каждой сделки. Сортируйте их в папки. Это очень важно. И потом вы будете просматривать и замечать такие вещи. Вот сейчас я на своем примере покажу вам свои прибыльные сделки на всех аккаунтах. Я делаю скрины. Я очень много провожу за этим времени. Именно за анализом. Именно за сбором статистики. Смотрите. Сейчас я вам покажу те сделки, которые у меня заходят на 90%. Это сделки на понижение, на одну минутку. Вот они. Смотрим первую ситуацию. Смотрим следующую ситуацию. Следующая ситуация. Следующая ситуация. Следующая ситуация. Вот еще ситуация. Вот ситуация. Итак, ребята, что эти ситуации объединяет? Что мы здесь можем заметить? Какое мы можем сделать из этих всех ситуаций вывод? Смотрим. Здесь у нас, во-первых, все сделки на понижение. Это тоже очень важно. Значит, я для себя уже могу понять, что для меня лучше работают сделки на понижение. Я как бы лучше в этих ситуациях разбираюсь. Это я говорю именно про торговлю с телефона. Именно в этом режиме. Именно в вертикальном режиме. Потому что вот в вертикальном режиме график как бы сужается и лучше вот видны эти пики. И мне вот психологически лучше как бы анализировать. Вот это для меня работает. Найдите то, что работает для вас и применяйте это в свою торговлю. Смотрим, что еще. Во-первых, сохраняется уровень. Смотрим, да? Уровень есть. Здесь есть уровень. Здесь есть уровень. Сохраняется строгий горизонтальный уровень. Уже вторую фишку подметили, да? Первое. Это сделки на понижение. Второе. Горизонтальный уровень. Мотайте вот всю мою информацию сейчас на уст. Здесь тоже есть уровень. Здесь есть уровень. И здесь есть уровень. Итак, какой третий самый важный фактор? Смотрим на толщину гор. Это очень важно. Толщина гор, вот видите, одинаковая примерно. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, да? Вот здесь особенно, да? Толщина одинаковая. Вот здесь толщина одинаковая. Вот здесь приблизительно они одинаковы. Вот здесь и вот здесь. Что это значит? Чем больше вот эта вот ситуация, в которой вы заходите на понижение, чем больше она напоминает предыдущие ситуации, По толщине, по размеру, да по всему Тем выше вероятность того Что цена пойдет в нужную вам сторону Это очень важно И вот эти сделки у меня заходят в плюс Это, кстати, счет Видим здесь 20 тысяч Это я тестировал свою стратегию с телефона Я вам еще запишу про это видео Я же вам обещал Будет видео о стратегии с телефона Это уже вот мой новый аккаунт Да, вот на 200 тысяч Вот это он Это тоже какой-то счет Я уже не помню откуда он Вот все эти сделки у меня в папках Я просматриваю, я анализирую Работайте над этим И тогда у вас будет результат А теперь давайте проанализируем убыточные сделки Итак, смотрим Вот здесь, смотрите, вообще непонятная ситуация Да, я уже ее объяснял Здесь я увидел определенное накопление И решил зайти на повышение То есть минимум анализа и цена срывается А вот эта ситуация, это исключение Это как раз те 20-30%, которые у вас всегда будут заходить в минус Смотрите, толщина одинаковая Уровень есть И вот если бы здесь я зашел на понижение, я был бы в минусе Вот здесь, наверное, самая моя тупая сделка Ни один из трех пунктов не совпадает И я здесь захожу на понижение Вот эта ситуация не сработала Вот моя ошибка, я ее нашел Следующая ситуация, опять же, исключение Смотрим, есть четкий уровень Толщина сохраняется, ширина, вернее, сохраняется Все сохраняется, но вот здесь я захожу на понижение И идет пробой Такое случается, это рынок Не все ситуации вы можете контролировать Вот здесь, опять же, видим, да Подходит цена к уровню Я не дождался разворота Я просто захожу на повышение Вот, эти вот сделочки, видите, маленькие На 500 рублей Эти сделки я не анализирую Потому что суть, что я вам хочу донести на этом счету Показать вам не анализ, а показать дисциплину Как дисциплина Жесткая дисциплина Даже без анализа Будет вам помогать Что это очень важно Это важнее, чем ваша стратегия Если вы еще добавите крутую стратегию Вы просто вообще будете в шоколаде Вот здесь тоже Да, непонятная ситуация Вроде бы есть уровень Но, что я здесь заметил, да Что очень часто именно в таких ситуациях У меня срываются сделки Значит, что мне нужно сделать? Мне нужно в таких ситуациях не заходить в позицию А если я хочу зайти вот на большие суммы Мне нужно проанализировать Мне нужно найти строго мои ситуации В которых у меня лучше всего получается торговать И там торговать Может для кого-то это треугольник Может кто-то еще какую-то ситуацию свою нашел Вот рога, например, как я вам показывал Я торговал в рогах Вот, например Но здесь не рога Здесь, видите, три таких пика Я объяснял эту тему на своих конференциях Я называю эту фигуру башней Я находил башни И торговал в башнях Там вообще 90% плюсов Если строго найти правильную башню Она всегда срабатывает Клизма тоже срабатывает Посмотрите, у меня есть на канале видео Торгую по клизме Вот вы строго торгуете в одной ситуации И вы в ней уверены Вы, блин, сделали тысячу сделок По этой сраной клизме Заключили тысячу сделок на демо-счету Вы увидели, что у вас есть определенный процент Например, 73% И все И у вас появилась уверенность Эта фигура всегда будет у вас отрабатывать Так, как нужно 73% у вас будет в плюс И 27% у вас будет в минус Вот ваша статистика И вы с ней должны работать Итак, на своем примере показал вам Как разбирать прибыльные и убыточные сделки Разбирайте прибыльные и убыточные сделки у себя И корректируйте свою торговлю Это очень важно Кто вообще этому учит? Кто из ютуберов про это рассказывает? Да никто А это самое важное Без этого не будет заработка Поверьте мне Еще раз вам повторю Что теперь я буду учить строго правильным вещам Все гаали Все супер-мега стратегии Есть на ютубе Они вам не помогут Если вы думаете, что они вам помогут Торгуйте Потом все равно вы вернетесь ко мне Вот это вот и есть настоящая правда Это то, что поможет вам в торговле Мою стратегию вы знаете Она есть у меня на канале Смотрите Теперь я буду на этом акцентировать внимание Кому не нравится такой подход Можете меня не смотреть Можете идти на другие каналы Где 100% стратегии Я буду учить теперь правильным вещам Теперь будет все по-другому Я буду собирать правильную аудиторию Раньше у меня на канале Блин, когда я еще был рэпером-трейдером Были, блин, одни школьники Которые хотели торговли Давай торгуй Ставь там по 100 тысяч Давай заряжай Давай торгуй Это неправильно Я с этого вырос И теперь только жалею об одном То, что я об этом не начал рассказывать раньше И на этом канале со мной останутся Действительно думающие и понимающие ребята Я вижу, как меняется, блин, моя аудитория Раньше это были одни школьники Там до 18 лет А сейчас это люди возрастом 35 лет 40 лет Есть даже люди по 50-60 лет А если и есть школьники Так это, блин, правильные школьники Думающие, адекватные люди Воспитанные люди И меня это очень радует Я когда встречаю таких людей На улице На конференциях Блин Да эти люди настолько умные Настолько, блин, ответственные Понимающие Что дадут фору, блин, любому взрослому У них такое, блин, мышление Я, блин, жалею только об одном Что у меня такого мышления не было В таком возрасте Люди хотят развиваться Учиться, читать книги Блин, спасибо вам огромное И мне очень приятно Что на моем канале Именно собирается такая аудитория Правильная аудитория А те, кому это не интересно Уходите с моего канала Идите на другие каналы Я хочу собирать только правильных людей Огромное всем спасибо Что у нас уже Таких правильных, адекватных Думающих людей уже столько Итак, на этом я с вами буду прощаться Еще хотел бы сказать пару слов О своей закрытой группе В первую очередь Это группа по обучению А потом уже по заработку Первая ссылка в описании Попасть сюда можно только одним способом Написав сообщение этого сообщества Примив команду И все, только таким способом Ребята, пожалуйста, не ведитесь на фейка У меня одна группа У меня нет никаких VIP групп У меня только одна оригинальная страница Вот она, ребята Пожалуйста, запомните Одна оригинальная страница везде Одна в ВК Одна в Инстаграме Одна группа закрытая Тоже в ВК Все остальное везде Это фейки Это развод Я никогда ни у кого не прошу денег У меня нет никаких других проектов У меня только этот проект А если я что-то создам Я вам обязательно об этом скажу Так что не ведитесь Вот моя оригинальная страница В Инстаграме Видим 27 тысяч подписчиков Смотрите на количество лайков Также на что вам нужно обратить внимание На моей официальной странице в ВК Тоже на лайки, на подписчики И на дату публикации Смотрите 17 сентября 4 июля 12 мая 16 мая Дальше 26 октября 2015 года А фейки заливают все фотки в один день Дальше вот 21 июля Я защитил диплом Вот Эти все фотки у меня есть 15 год Смотрите Также кому интересно Смотрите статистику моих сигналов В закрытой группе В телеграм канале Вторая ссылка в описании Также кому интересно Подписывайтесь на наш новый канал Патр Говля Там подписчики выкладывают свои видео Так что спасибо вам всем за поддержку За просмотр Обязательно подпишитесь на мой основной канал Я думаю это видео было для вас реально полезным Обязательно поставьте ему лайк Всем удачи Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok